Седьмая научно-практическая конференция «Московская трансплантология. Жизнь после трансплантации» прошла 17 мая. Форум был совмещен с образовательной сессией. Организовали мероприятия Общества трансплантологов и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В конференции приняли участие 300 человек. Это не только трансплантологи, но также физиологи, реаниматологи, хирурги из разных регионов России и из-за рубежа. Одна из самых обсуждаемых проблем трансплантологии – жизнь людей после трансплантации значимых органов. И это в большей степени психологическая проблема, считает академик Магелий Шалович Хубутия. Сегодня поднимался вопрос о психологии и психологической поддержке больных до и после трансплантации. В России только-только внедряется, к сожалению, но в зарубежных странах как только началось трансплантологии, так и началась эта дисциплина развиваться. И она доказала, что без этой дисциплины сегодня трудно выжить больному, у которого ему пересажен орган. К настоящему времени в Институте Склифосовского проведено около 1100 трансплантаций почки, 457 пересадок печени, около 100 трансплантаций сердца, 50 трансплантаций легких, поджелудочной железы с почкой. Проблемам, которые возникают при повторной трансплантации почки, был посвящен доклад профессора Яна Геннадьевича Мойсюка. Доклад мой был посвящен путям решения этих проблем с тем, чтобы можно было человеку надежно, гарантированно второй раз пересадить почку, а может быть и третий. Здесь проблемы носят и хирургический характер. На первом месте, наверное, надо назвать проблемы иммунологические, связанные с сенсибилизацией пациента, ну и многие-многие другие. Мы обладаем опытом достаточно большим повторных операций, показывает, что при разумном подходе возможно добиться результатов, сравнимых с первичными операциями, тем самым продлевать больному жизнь на долгие годы. Для реализации трансплантологических программ необходима командная работа, которая требует тренировки, поддержания и благоприятности социальной среды, считает академик Сергей Федорович Багненко. Образовательный компонент должен быть направлен как на врачей, так и на специалистов команды трансплантологов, включая не только хирургов, но, конечно, иммунологов и специалистов посттрансплантационных иммуносупрессий и функциональных диагностов, ну и психологов, кстати, потому что психологи важный компонент успешной реализации трансплантологических программ во всем мире. В научной программе конференции внимание было уделено также коррекции ближайших и отдаленных осложнений после трансплантации органов с помощью эфферентных методов лечения, искусственной почки, искусственной печени и экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также современным схемам иммуносупрессивной терапии и роли дженериков. Продолжение следует...